Всем привет! Продолжаем прохождение вместе с Romulus TV 18-ю миссию У нас называется она Бесплодная земля Так, у нас преимущество У нас 4000 золотых Но нам противостоят большое количество соперников Целых 5 соперников Змей будут посылать к нам свои отряды Что ж, попытаемся выжить Да и что-нибудь еще сообразить В этих условиях Склад здесь находится как раз на своем месте Это нельзя здесь разместить, Милон Это нельзя здесь разместить, Милон Так, выстраиваем необходимое количество нам Складов И нанимаем Строим опять-таки Большое количество дерева Так, несколько хижек Здесь придется нанимать противников Поэтому Желательно нанимать свои отряды Чужие будет нанимать уж слишком дорого Так Куда максимально можно влепить вышку Прекрасно Нужен камень Ну, будет вам немного камня Так, камень, камень, камень Так, и максимальное количество луков Хотя бы луков 25 необходимо нанять Не хватает рекрутов, сэр Вот 4 лучника Ну, хватит для начала Так, а также нужно будет построить нам Зерновые фирмы Для начала Это нельзя здесь разместить, Милон Так Весьма скромное число Мы их можем себе позволить разместить И как-нибудь их нужно огородить Огородить от наших противников Так, вот так вот С одной стороны огородим И купим немного камня И с другой стороны тоже огородим Все-таки Атаки здесь будут жестоки У нас не один А целых пять противников Надо как-то рассчитывать На это количество Так, сторожевую башню Еще бы построить Так, наши ресурсы Нам позволяют это сделать И купим еще немного луков Нам нужно еще 10 луков Ждем ваших приказов Не хватает оружия, сэр Какие будут указать Для начала оборона создана Мы уже в пути Есть неплохие предпосылки К хорошей обороне Нашего королевства Так, что теперь делать С нашей экономикой Допустим Будет у нас пшеница Вовремя поступать И построим Хотя бы Три мельницы Большое количество пекарей Надеюсь, мы доживем До того момента Когда У нас Начнет заканчиваться хлеб И позволим себе Произвести Все, что необходимо Так Для этого нужно Купить парочку Колосков пшеницы Так Продолжаем Наем наших юнитов Будет у нас Целая армия пекарей Здесь Запасы дерева Слишком малыш Вечные проблемы С деревом Для этого мы построим Несколько лесопилок С деревом Более не будет проблем Так Дерево Опять-таки Скорее всего Враг Будет пытаться Подпалить Нас Так Этого количества Должно хватить Поначалу И что-то Нужно начать Производить Можно начать С арбалетов Арбалеты Нам Дадут Небольшую прибыль Здесь нет Работы Милор Все Можно выставлять Другую совсем Скорость игры Амбара Нет до сих пор Какое Опущение Но ничего Можно Дерево Так Вот и построили Мы необходимое Количество амбаров Оборона Как-никак У нас какая-то Есть Ну что ж Можно готовиться К наступлению Противника И готовить Нас К тотальной Обороне Так А теперь Скорость Нужно выставить До нормы Ждем Наступлений На первом этапе Мы благополучно Обороняемся И защищаем Нас Так Теперь Нужно уйти В экономику Каким-то образом Создать Сильную Экономику Для этого Нужно золото Золото мы только С налогов Можем взять Пока что Больше нет Куда его брать Так Первая пшеница Пошла Запасы провизии Убывают Мой лорд Наш Золотой запас Стабиль Люди Доверяют Вам Ваши Светлости Так Началось Производство Сейчас Постепенно Начнут И деньги Нам подходить Да Враг Враг тоже Не сдается И будет Опять-таки Пытаться Подпалить Нам Все Нужно Защититься Защититься Можно Одним Способом Увеличить Количество Башен И нанять Какое-то Количество Наших Бронительных Юнитов Так Докупаем Всего того Чего Нам Не хватает Так Еще Немного Камня Нам Потребуется Не Хватает Золот Идем Ваши Не хватает Оружия Сэр Мой Лук К вашим Услугам Уже Идем Так Ну Начало Положено Теперь Хорошо Было Увеличить Налоги И Увеличить Количество Производства Наших Арбалетов Арбалеты Можно Начать Продавать Уже Постепенно Нужно Золоте Здесь Нет Работы Милор Нужно Золоте Здесь Нет Работы Милор Так Арбалеты Хорошо Нас Порадовали Враг Охренел Конечно Но Таковая Его миссия Здесь Портить Нам Жизнь Так что Увеличим Количество Лучников Не хватает Оружия Обеспечен Достойную Оборону Нашего Замка Это Разгром Почувствуй Нашу мощь Ваша популярность Растет Так Кто же Это Все Будет Копать Как Ненаемники Так Наши Наемники Готовы И Можно Постепенно Увеличивать Темп Нападения Повеличиваем Темп Так Опять таки Желательно Увеличивать Скорость Строительства Не хватает Хорошо Так Враги Что-то Не дают Нам Достроить Наш Ров Постараемся Завершить Строительство Раби Раби Давайте, давайте, стройте все, что нам нужно. Нужно завершить строительство любой ценой. Так, братцы, давайте, давайте строить. Так, уже неизвестно, какое количество арбалетов там у нас накопилось. Чем больше, тем лучше. Так, рабы, конечно, дают свою жизнь во имя нашего короля, во имя нашего рва. Так что постараемся оправдать надежду наших слуг и достроим мощную оборону. Так, добавить, добавить, конечно, нужно силы. Так, братцы, давайте, давайте закончим ров. Ну вот. Ну что ж, пришло тебе время не петь. Ну вот, мало-помалу удалось построить то, чего мы хотели. Оборона готова. Так, что ж, враг все никак не хочет уразумиться. Придется его уничтожать. Так, построим необходимые вышки. Нужен камень. Какие вы привередливые. Сколько же вам камня потребуется еще? Так, совсем ничего осталось. Завершить оборону и начать уже экономику. Массовую экономику нашу выдвигать. Так, с этой стороны тоже надо построить башню. И забыть после нападения врага навсегда. Более он нам ничего не сможет предпринять. Во всяком случае, ничего достойного. Здесь тоже необходимо построить баллисту, хотя бы одну баллисту этого бы хватило. Послание от змеи. Послание от змеи. А, маленький герой. Кажется, у меня есть для тебя сюрприз. Да, ваша милая. Можете рассчитывать на нас. Подбираем обслугу. Да, ваша милая. Куда пойдем? Послание от змеи. Ну что ж, пришло тебе время. Ну что ж, экономика по сути уже построена. Врагам уже ничего нам противопоставить. Послание от змеи. Ты снова не скажешь про терпение. Я уничтожу тебя. Со всех сторон ведется масса и обстрел. Так, теперь нужно с экономикой разобраться. Что-то она у нас хромает. Не хватает послания от змеи. Необходимо больше производить хлеба. Я уничтожу тебя. Для поддержания нашего возросшего населения. Нужен камень. Так, арболеты нам нафиг не нужны. А укулки пригодились бы. Не хватает рекрутов. Так, еще пять лучников. И хорошо. Так, что делать с экономикой? Мастерская. Ну пусть будет еще парочка мастерских. Враг должен ощутить наш гнев. Наше недовольство. Доброе утро, ваше светлость. Это разгром. Не хватает товаров. Работник и послание от змеи. Ты все еще жив? Ничего. Это ненадолго. Это нельзя здесь. Это разгром. Здесь нет послания от змеи. А, маленький герой. Кажется, у меня есть для тебя сюрприз. Послание от змеи. Ты снова испытываешь мое терпение. Я уничтожу тебя. Ну вот, враги опять-таки ничего не могут против нас предпринять. Все их попытки оказываются бесполезными. Их. Так. Что-то не нравится мне наша экономика. Надо ее еще крепче сделать. Так, надо ускорить вырубку леса. Не хватает товаров. Не хватает золота. Это нельзя здесь разместить, милон. Почувствуй нашу мощь. Это нельзя здесь разместить, милон. Не хватает товаров. Так что карболитов мало. Больше арбалитов требуется нам. Да, эта миссия будет не так быстро, как хотелось бы. Ну, сначала, как обычно, строим хорошую экономику. После благополучно и налегке уже сносим всех противников. Так, 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 так. Ну, еще можно построить немного арбалетов. Так, товарищи, давайте все производим арбалеты. Это нельзя здесь разместить, милон. Здесь нет работы, милон. Так, это еще не массовое производство. Это так, цветочки. Нам нужно сделать его более массовым. Нужно дерево. Что ж, ребята, давайте, не стесняйтесь. Все будем производить. Здесь нет работы, милон. Так, немного нужно улучшить нашу оборону. Не хватает золота. Так, так, так. Так, так. Горб. Так. Да ты что, какой разгром? Ну еще даже не начинали борьбу. Так, балуемся с врагом. Так, а вот лучников нужно бы увеличить число на главной нашей вышке. Мой лук с вашим услугом. Долгая дорожа. Не хватает оружия, всегда готовы. Долгая дорожа. Итак, у нас сильная экономика, хотя враг предпринимает попытки нас атаковать, но эти попытки оказываются безуспешными. Так, стабильно производим необходимое количество арбалетов. Так, также усовершенствуем нашу реликвию. Построим ей главные храмы. Так, ну и построим в основных центрах побольше церквей. Нужно из религии вытащить максимум возможностей, после чего можно смело начинать атаку противника. Нужно золота. Не хватает товара. Не хватает золота. Запасы золота слишком малых. Это разгром. Нужно больше золота. Не хватает товара. Так, у нас, наверное, священники будут половиной нашего населения. Если мы хотим каким-то образом прокачать нашу религию по максимально возможному уровню. Почувствуй нашу мощь! Это нельзя здесь разместить, милосты. Нет свободных людей на этой работе. Так, свободных людей не хватает. Что за наглость такая? Опять-таки проблема с зерном. Непонятно откуда эта проблема идет, но она реально, она беспокоит нас. Слышишь? Это близится твоя смерть. Нужно золото. Что же за странцы? Сколько у тебя наших лучников уничтожить? Так, наверное, только стреляющая конница, и мы сумеем остановить врага. По-другому не получается просто. Что за хрен обстреливает нас? Так, все. Пора строить конных юнитов и постепенно готовиться к нападению. Я уничтожу тебя. Нужно золото. Так, что с религией? 78. Так, общая популярность плюс 11. А так плюс 1, хорошо. Не хватает золота, Альхисану Зария. Так, 35 конников. Надо их вывести на какое-нибудь более видное место. На пантроли наших территорий. Так, облегчим задачу нашим лучникам. Как нафиг мы это купили? Нужно золото. Вот наши конные юниты будут как защищать нас, так и портить экономику врага. А враг долго не притянется в такой ситуации. Долгая дорога. Мой лук вашим услугам. Самоуком? Эрхаментлерия. Так. Сколько из наших 30? 34 осталось. Да, я ведь немного недосчитался, и было их там значительно больше. Нужно золото. Казна пустеет ваша светлость. Блин, опять не хватает. Ничего, луками мы компенсируем всю оставшуюся нехватку. И докупим зерна. Казна пустеет ваша светлость. Казна пустеет ваша светлость. Люди восхищаются. В одну поступает золото. Люди любят вас, мой лорд. Не хватает товаров. Не хватает зол. Амбар пусте. Так, пекарень тоже не хватает. Жарко обращаем помеч. Что это не я здесь разместить, милост? Нужно дерево. Нужно медленное нас ведет производство хлеба. Абасы провизии пополняют, Альфисану Сарье. Так, что наши лучники? Лучники нас оберегают. Казна пустеет ваша светлость. Народ весьма почитает вас, милост. Очувствуй нашу мощь. Ох. Это о барболитах я забыл. Альфисану Сарье. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает зол. Нужно зол. Альфисану Сарье. Казна пустеет вашу светлость. Люди любят вас, милост. Абасы провизии пополняют. Казна пустеет вашу светлость. Не хватает товаров. Так, что-то затягивается. Затягивается наша игра. Попробуем, попробуем одолеть хотя бы одного врага. Убить с первого уже нападения. Не хватает зол. Не хватает зол. Благо, пока мы будем заниматься нападением. У нас будет возможность захватить соперника. В расплох. Послание от зол. Ты все еще жив? Ничего. Это не надолго. Альфисану Сарье. Не хватает товаров. Не хватает зол. Альфисану Сарье. Послание от змеи. Аааа. Ты снова испытываешь мое терпение. 57. Нет, мало. 57. Больше. Не хватает товаров. Поболее нам нужно юнитов конных. Альфисану Сарье. Нужно зол. Ну, пусть хотя бы 67. Постепенно будем выносить врага ближайшего. Ближайший у нас сиреневый враг. Так. Хотя черный рядом есть, но... Надо хотя бы с чего-то начать. И рано или поздно мы доберемся. Да. Черное до всех остальных. Так, вышка за вышкой будем уничтожать противника. Прекрасно. Хороший шанс выкосить всех юнитов вражеских. И подтягиваем рыцарей. Ну, вот. Для захвата первого противника нам не нужны большие армии. Какой-то минимальной армии будет достаточно. Ну... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, осталось выкосить Остатки Сил, способных нам сопротивляться И враг наш Враг будет нашим Без особых потерь Так, что у нас здесь? Так, оборона неплохая Все держится Так, единственное, что баллиста не стало Придется докупить И заказываем Новую конную армию Так, арболеты Дали нам опять-таки Хорошую прибыль Так, ну кунная армия Это всегда приятно Хорошие юниты Способные передвигаться Обстреливать Башенные силы противника И что ж, противник будет готов к смерти Уничтожим барак Не понадобится больше Спокойно уничтожим Остатки врагов Так, ну что ж Еще одна конная армия готова Так, что касается черного Мы будем атаковать его, наверное, с двух сторон Черныш наш Тяжелые потери мы несем Не заботясь особенно О том, кого и сколько мы потеряем Ну, враг уже обезврежен Мало что хорошего его ожидает Так, рабов От рабов есть одно преимущество Они очень быстро бегают За это я их ценю Так, амбар нашим противникам Явно не нужен Что ж Будем закапывать их ров Так, еще конных юнитов Нужно дерево Не хватает реку-то Земля из ниоткуда Земля из ниоткуда И так Захватываем еще Одного горда Конечно же я тебе поверю Все, кого я уничтожал Убеждали меня В таком Союзническом настроении Ой-ой-ой-ой-ой Как нас выкашивают Да, нехорошо Нехорошо получается Так, у нас есть еще небольшая конная армия Зажмем с обратной стороны Наших противников И добьем их Так, также понадобятся Рабы Так, рабы давайте сюда Могу оригану Хорошо, хорошо Мы нападаем С противоположной стороны И враг не способен Более сопротивляться Ай-яй-яй-яй-яй Желтый оказывает Какое-то сопротивление Еще перед своим Качателем фиаско Так, давайте Как мне повезло С таким положением Быстро Получили преимущество Перед врагом И расстреляли Всех возможных Его лучников Что ж, у нас 16.30 И этого более чем достаточно Чтобы Уничтожить последнего противника Блин, дураки Что вы делаете? Противника Нужно круто тупить Проигрывая Такие простые ситуации Которые Просто не должны были Возникнуть у нас Что ж, остается у нас Двое противников Ну, фактически Один-один уже Обезврежен Так, через патруль Блин, выкрашают противника Ну, вот и все Враг Теряет последние Свои надежды И выкашиваем Еще одного противника Имеющимися у нас Силами Относительно небольшими силами Удалось взять противника Наказать его Так, давайте закапывать руку Для победы Входу Такие будут Постренные Какие Выши Какие Ручки И Ручки Ручки наступил полу как хорошо заработали где же раньше были господа лучники закапываем ров противника ну теперь можно уничтожить нашего врага и победа победа долгожданная победа